Так, Сергей Николаевич, а вот теперь моя взяла, надеюсь, ну-ка, 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 ну-ка. Я пас, я пас. Отлично, отлично. Сергей Николаевич, а что вы не рассказываете, как у вас дела? Да всё как всегда, вы знаете, Игорь Иванович. В стране стабильность. Вот опять одобрили премию в миллион гривен. Да вы что? Ну что за сволочи сидят там наверху? Всё, что не выпишешь из госбюджета, всё одобривает, вы знаете. Хоть бы что-то проверили, хоть бы в чём-то отказали. Да, да, вы знаете, у меня тоже странная ситуация. Вот нам, судьям, подняли зарплату третий раз. Да вы что? Да, за этот месяц только. А я уже не знаю, куда их девать. И взятки же тоже несут. Несут и несут. Несут и несут. А я им уже говорю, несите, несите. Судебную реформу, что там пугали, где она, что она, не слышал, не знаю. Они там наверху, а нас, о простых провинциальных миллиардерах вообще не думают. Хорошо хоть вот казино открыли. Да, казино это просто отдушина. Это выход. Потому что, ну вот, деньги сколько не трачу, я всё равно остаюсь. Я уже не знаю, что делать. Знаете, я вот помотался последнее время, знаете. Кстати, где были? В Европе, в Америке, в Азии? В розыске. В розыске? И как же вы после этого свою должность вернули? Да ещё и с повышением? Ну всё благодаря вам, мой спаситель. Всё вы же мне вернули. Да помним, помним. Как говорится, проставиться бы. Так, а я не буду откладывать долгий ящик. Любезный, сюда, принесите-ка нам бутылочку, какого вот этого, во что мы в бане играем обычно? В бане играем в Сеху. В Сеху, да. Про Сеха бутылочку принесите, пожалуйста. Хочу проставиться с друзьями. А да, скажи, пожалуйста, а вот четыре одинаковые карты, это как называется? Каре. О, мне каре из ягнёнка. Прекрасно. Ну что, давайте ставлю. Так, поддерживаю. Теперь понятно, почему вы так долго на своей должности. Знаете, кого и когда поддержать. Ваши ставки. Вы знаете, я, наверное, пас. У меня пара шестёрок. У генерала МВД всего пара шестёрок. Даже смешно звучит. Ляпнул, извините. Вскрываемся. Так, прошу. Вот так, Сергей Николаевич. Прошу, да, да, да. Ай-яй-яй. Сергей Николаевич, я вас поздравляю, вы выиграли. Та-та-ра-та-ра-ра. Прошу вас, господа, да, и вам. А это что? Как всегда, откаты. Ничего не меняю в жизни, всё для вас. Ой, да, вы знаете, вот только что проиграл, да, а всё равно как-то легко, свободно. Потому что казино. Вот хорошо, что сейчас в руля правильные люди. Да. Понимают, что сейчас самое главное для народа. Да, да, да. А самое главное открыть казино. Да. Правильно? И не говорите, вот как, как простой народ мучился без казино. Да. Ведь им же тоже минималки повышают. Пенсии повышают. Куда деньги-то девать? Куда? Ну не скажите. Деньги есть, куда тратить народу. Вот слышали, бензин поднялся. Нет. Я тоже не слышал. Ну, секретарша мне сказала, говорит, всё, ставлю свой Майбах на газ. Майбах на газ? Майбах на газ. И что, выгодно? Ну, когда у тебя своя собственная скважина, то выгодно. А у меня, представляете, коллега по депутатской работе отказался от кокаина. Да вы что? Не может быть. Представляете, сейчас в Кабмине и в Раде нужно носить маску. Ну. А он снять её забывает. И перерасход страшно. Ужас. Всё в пустоту. Всё в пустоту. Ух ты, какая красота. Да. Добрый день. Простите, задержался. Вот, на учёном совете. Я думаю, вы понимаете, учёный совет – это дело важное. Вот. Он всё-таки не каждый день происходит. Хотя у нас каждый день, потому что Галина Кондратьевна бзик, и она решила, что будет каждый день. Вот такая ситуация. Ну, вот я думаю, что, в принципе, давайте я готов играть. Я прошу прощения, а у вас сторожу тоже можно играть? Послушайте. Это вы меня послушайте, голубчик. Я слушал вас. Вы, наверное, заведением ошиблись. Собес за углом. Вы знаете, я пропущу ваш сарказм, как электричку на козятин. Да, мы совсем недавно с Галиной Кондратьевной пропустили электричку на козятин, бежали за ней 2 километра. Так интересно было. А потом вспомнили, что нам в козятин не надо. Вот. Ну, я о чём хотел сказать? Вы знаете, что интересно? Я пропущу ваш сарказм не из уважения к вам, а из уважения к себе. И всё потому, что я профессор, который работает уже больше 20 лет. А удержаться на кафедре с Галиной Кондратьевной, это вам не покер. Тут думать надо. Я не понимаю, как его охрана пропустила вообще? А, я понимаю. Если по поводу моей одежды, то я объясню. Дело в том, что я свой выходной смокинг отдал завкафедре химии. Его сегодня хоронят, а у нас один костюм на всех. Прости, да. Хоронят? Ну, это образно. Так у нас говорят, когда кто-то из учёных пытается пойти и выбить деньги на науку из министерства. Я, простите, конечно. Это вообще кто? А, да, я забыл представиться. Альберт Карлович Нечапаренко Данилевич. Прошл он доцент, а сейчас уже профессор кафедры математики. Ух ты, простите, перхотью засыпал. Чё? Интеграл вам через плечо. Послушайте, я хочу обратиться к милой очаровательной. Так, мне нужно поменять 100 долларов на фишки. 100 долларов! Послушай ты, лошара, здесь ставка минимум 50. Вы знаете, если вы плохо слышали, то я поменял 100 долларов, а это значит, мне хватит на 2 ставки. Потому что если 50 умножить на 2, это получается 100. Мы можем почитать в десятичной, в двоичной системе координат, мы можем суммировать, можем чистить систему треугольников, но все равно 100 это 2 по 50. Вот, если вы сомневаетесь, можете прочитать мою монограмму. Я взял ее с собой. 50 тысяч. 50 тысяч. 50 тысяч. То есть эти два слова рядом? Ну, вы знаете, я бы на вашем месте не переживал. Я думаю, что через несколько кругов я как раз выйду на эту сумму. А он мне нравится. А давайте коснем, сыграем. Никогда не играл с простым народом. Да что, разденем этого чудака. Его сонку поделим на троих. Я прошу прощения, молодой пожилой человек, послушайте, а можно поставить вот еще вот эти 100 долларов на зеро? Но только после того, как выпадет 3 или 6. Еще 100 долларов? О-о-о! Ширкуйте, мужчина! Ну, на самом деле, я должен признаться, это не мои деньги, это деньги Галины Кондратьевны. Она, правда, еще не знает, что я дернул у нее сотку. Но, с другой стороны, я просто взял и расписался за нее в бухгалтерии. Я так выбором выиграл. А, да, кстати, и еще не забудьте, пожалуйста, после того, как выпадет зеро, еще раз все поставьте на зеро. После зеро еще раз на зеро? Да. Знаете, молния два раза в одно дерево-то не бьет. Ну, вы знаете, я бы с вами поспорил. Галина Кондратьевна молния два раза била, да. Вот, причем, что интересно, один раз шаровая, а второй раз от штанов. Но это мы экспериментировали по молодости. А когда, кстати, сыграет все, половину поставьте на нечетное, а вторую половину на 22. Да, это день рождения Галины Кондратьевны. Ну, на самом деле, у нее 19-го, но в этом году решили сэкономить мы и перенесли на выходные. Не боитесь сотку-то профукать? Чай месячный оклад. Вы знаете, как говорят лаборанты в кабинете химии? Кто не рискует, тот не пьется 2H5OH с пузырьками. Чего? Шампанское через плечо не очень. Кстати, все напитки за счет заведения. Ой, слушайте, это так здорово. Скажите, пожалуйста, а есть ли у вас вот это вот, это же кому? К вам? Вот вам, мужчина. Скажите, а есть ли у вас французское вино с южных складов Франции где-то года 1937-го? Это год рождения Галины Кондратьевой. Хотя, на самом деле, она 27-го просто молодится. Ну, думаю, найдем. Как здорово. Тогда мне морковный сок. Ну, просто, понимаете, у меня от вина аллергия. У меня все лицо пятнами покрывается. И Галина Кондратьевна говорит, ну, иди сюда, мой долматинец. Ну что, давайте играть? Давайте. Ну, как говорится, я в игре поддерживаю. Поддерживаю. Скажите, а три одинаковых это что? Это высокая комбинация, обычно об этом не говорят вслух. О, поэтому я и молчу, да. Ну что, профессор, давайте-ка быстрее. Вы знаете, в отличие от некоторых, Никишин, я пытаюсь думать. Бабан. Вскрываемся, да? Ага. Три короля. А? У меня стрит, флэш. О-о-о. Ну что, все, профессор, сдулся? Кстати, откуда знаешь мою фамилию? Ну, вы же Евгений Никишин, да? Ну. Ну, это же вы у меня на первом курсе сдавали экзамен. Правильно? Я бы, знаете, до сих пор помню, какие оценки вы получили по каждому вопросу. А получили вы два, два, два и два. Всего восемь? Всего каре, дебил. Я выиграл. Подождите, а как это он сейчас сделал? Ну, вы знаете, я, кстати, вас очень хорошо запомнил, Никишин. Вам папа диплом купил, потом должность купил, а вот мозги не купил. Но это, видимо, дефицит. Как он сделал это, я не понимаю. Да повезло просто, мне кажется. Вы знаете, как бы вы сказали, везение это для лохов. А у меня вот здесь все же понятно. Это теория вероятности и третий курс. Хотя для вас это вообще неизведанный мир. Плюс хаотичность возможных комбинаций с учетом корреляций на четыре руки в соотношении пяти известных и двух потенциальных. Вот, в принципе, и все. Слушайте, может, это его так с морковного сока пердолит? Ну-ка, да, я тоже попробую у тебя. О, ну-ка. Давайте-ка еще разок сыграем. Давайте. Ага. Так, ставлю. Так, поддерживаю. Увеличила. Ну что, профессор, в этот раз не везет? Как говорится, не везет мне в карты, повезет в любви с вашей кандидой Аркадьевной. Ну, во-первых, с Галиной Кондратиной, во-вторых, еще вопрос, кому из нас с вами проведет. А в-третьих, я прямо сейчас изучаю матрицу вариантов и высчитываю ее детерминант, понимаете? Подожди, я смотрел матрицу, там не было детерминанта. Детерминант это со Шварценеггером? Да. Да, точно. Вы знаете, на самом деле, это обычная высшая математика, хотя в ваших глазах, Круто Голов, я вижу абсолютно ноль в понимании теории множества и распределении вероятности. Да, Круто Голов, это факт. Это, подожди, из всего, что ты сказал, я понял только Круто Голов. Похоже на фамилию. А, это моя фамилия, откуда ты ее знаешь? Ну, вы знаете, если бы вы вспомнили, то в одиннадцатом классе я у вас преподавал, а вы сидели на задней партии и постоянно играли в дурака. И вы знаете, судя по всему, очень часто проигрывали. Ну, что, ориент, ва-банк. Ха-ха, ну все, профессор, тебе крышка. Ух ты. Фулл хаус. Я вижу, что это фулл хаус. Это очень сильная комбинация, вероятность ее выпадения 1 к 100. А вероятность выпадения одинакой комбинации у двух соперников одновременно, она, в принципе, приблизительно близится к нулю. Вот, но тем не менее, у меня на руках такой же фулл хаус, но при старшем наборе карт. И как любила говорить Галина Кондратьевна, когда ее в 56-м году хотели отправить на пенсию. Накося, выкуси. Как это? Я не понимаю, как это так? Я политик, я не могу проигрывать обычному народу. Я, я, все должно быть наоборот. Слушайте, вам не кажется, он что-то бубнит, 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 бубнит? Ну, а потом берет и все фишки забирает, а? Колдун. Катала. Катала? Число пивом хлебало. Послушайте, ну, на самом деле, в покер меня научила играть Галина Кондратьевна. Ой, вы, я до сих пор помню тот день. Значит, сначала она меня, потом я ее. В покер мы тогда так и не поиграли. Ну, вот что интересно, а потом в 53-м году на покеринах Сталина... Играй давай! Хорошо. Давайте. Кстати, вы Писаренко. Я. Вы Писаренко, да. Вы Писаренко. Вы Галину, так ее Кондратьевну, несколько раз обесчестили. Я? Когда? Ну, тогда, причем, есть свидетели, вы сделали это прямо на кафедре. Вы назвали ее лаборантом, а она уже тогда была заведующей кафедры. Я ва-банк. Опять? Да. Вы знаете, если бы вы ходили на пары, друзья, то вы бы понимали, что у меня прямо сейчас на руках стрит-флэш. Вероятность высшей комбинации по моим расчетам где-то 1 к 10 в 13 степени. Или меньше. Вот. Но у того, кто дружит с высшей математикой головой, она выпадает в нужный момент. Поэтому вы можете даже не показывать свои карты, потому что это бесполезно, я никогда не ошибаюсь. Охренеть. Охренеть. Тварь. Падла. Ну, вы знаете, я бы на вашем месте вел себя прилично, между прочим, с нами дама. Хотя, кому я говорю, человеку, который обесчестил Галину Ягодку опять Кондратьевну? Здесь же вы человека, который уже в те времена, 62-й год, уже красилась хной. Да хрец здесь Кондратьевной! Я не понимаю, как он третий раз комбинацию собирает. Ну, послушайте, если коротко описать мой процесс подсчета, то он выглядит примерно так. Сначала мы берем производную от функции, вот, потом мы отходим его по экспоненте и интергрируем по пределу 52. Это по количеству карт, это же понятно, правильно? Вот, а затем будет среднелогарифмическая по основанию 4, то есть по количеству мастей. Ну, это если вкратце. Хотите, могу подробно. Слушайте, ну хрен с ним, с его комбинацией. Как он узнал, что у нас на руках ничего нет? Ну, это же тоже очень просто, потому что покер — это не только математика, но еще и психология. Это как раз в том, чем сильна Галина Кондратьевна. У нее последний инсульт, я так называемый покер-фейс, то есть лицо без эмоций. Поэтому вот с ней играть сложно, а с вами это же проще простого. Нет, ну правда. Ну вот возьмем вас, да, круто голову. Ну вот смотрите, ну вот вы когда волнуетесь, вы начинаете тужиться, тужиться, как будто у вас запор. Вот. А в глазах у вас всего два варианта. Повезет, не повезет. Вот. Может, у меня реально забор. Тогда я рад за вас. А вот вы, вы постоянно, когда вы не понимаете, хорошая карта или плохая, вы постоянно чешите между ног. И, вы знаете, я хотел бы вас попросить, вы не могли бы не чесать мне между ног, потому что... Ну пожалуйста. А вот ты пузырь с вагонами. И замолчи! Давай, давай. Надеюсь, потасовало хорошо, то это будет твоя последняя раздача. Мне кажется, она с ним заодно. Да вряд ли, вряд ли. А вы знаете, что интересно? Я уже выиграл 14 тысяч, если мне в очередной раз улыбнется удача, она мне почему-то всегда улыбается, вот, то вероятность того, что мы с вами сыграем на заявленную ставку 50 тысяч, очень близка. А почему я не вижу радости на ваших лицах? Блин, ну... Хорошо ж сидели. Пришло это чмо образованное. Весь вечер обговнял. Я в игре. Вы знаете, Крутоголов, очень хорошо, что вас не слышит сейчас Галина Кондратина. Она бы вас за такие аллегории тубусом бы по интегралу, и на синусоиду ваш маленький логарифм натянула бы. Слушай, профессор, ты не сидел случайно? Ну, вы знаете, на самом деле у нас, у профессоров, один год работать со студентами, как два года в тюрьме. Вот. Поэтому можно с уверенностью сказать, что у меня за плечами два пожизненных заключения. Может, с ним тогда в очко сыграть? О! Вы знаете, я так понимаю, что есть небольшая вероятность того, что ваши слова являются скрытой ректальной угрозой. Но, с другой стороны, я смею предположить, что все же речь идет об азартной игре, аналог которой есть название «21». Но, вы понимаете, просчет комбинаций там еще легче. Поэтому, ну, как сказала один раз Галина Кондратьевна, когда я пытался отказать ей в сексе, не стоит даже рыпаться. Так, ну что ж, сразу хочу сказать, ва-банк. То, что ты творишь, да? Опять. Я пас. Я тоже пас. У меня стрит, но я пас. Так здорово. Так здорово. Вы знаете, что после трех удачных комбинаций и обычный блеф отлично сработал на четвертой раздаче. У меня шестерка и валет, но и они принесли свои дивиденды. Ой, прекрасно. Ну как? Ну, по сути, это же не математика, это психология. Блефовать меня научила, кстати, Галина Кондратьевна. Она три года водила меня за нос, говорила, что беременна. Да, пока я на ней не женился. Вот. Ну что интересно, детей у нас до тех пор нет, а живот у Галины Кондратьевны есть. Будешь так блефовать, никогда детей не будет. Понял? Ну, вы знаете, господа, давайте отпустим эту очаровательную даму с хорошими чаевыми и сыграем по-взрослому. Спасибо. Как сказали бы эти мужчины, спасибо на хлеб, не на марш. Поэтому принесите столько масла, хлеб я взял. Ну что, вот 50 тысяч, на которые мы сейчас будем с вами играть. Готовы? Значит так, ставка меняется. Теперь за этим столом минимальная ставка 100 тысяч. Понял? Вы знаете, Писаренко, вот вы никогда не умели держать слово. Не вы ли тогда сказали, что если я этому пришибленному профессору не сдам экзамен, я пересплю с вахтершей. А между прочим, женщина ждет. Она уже с тем мужчинам отказала, трех котов сбила. Вот так сидят в окно, смотрятся и так, где же Писаренко? Так, короче, у тебя только 50. Как играть будешь? Хорошо. Одну секунду. Смотрите. Один, два, три. Оп. Сыграли ваши ставки на рулетке. Спасибо. Чего? Сколько? Ну, на самом деле, вы должны понимать, это не мои, тут это Галина Кондратьевна. Вот, ну я 50 тысяч отсюда одолжу, а остальное должно хватить на операцию. Да, да, непростая операция, она хочет сделать подтяжку, перетяжку всей кожи. Хочет сделать. Вот, ну что? Что вы смотрите? Давайте сыграем. Кстати, молодой человек, где вы? Поставьте, пожалуйста, еще 100 долларов на цифру 7. А, тогда, тогда и мои вот 20 тысяч тоже поставьте на 7. Ставлю 50 на цифру 7. Смотри, вот здесь 100 штук. Поставь на 7. Думаете, мы идиоты, да? Нет, мы любим зарабатывать из простого народа. Так. Сыграла 7. 11 черная. Падла. 17 черная. Ах ты, урод. Падла. Ну, ничего страшного, я же тоже проиграл 100 долларов. Ну, послушайте, ну, давайте уже играть, правильно? Давайте. Давайте играть. Значит так. Ставка 100 тысяч. Играть будем вот этой вот, моей колодой. Раздамся я лично. Давно я стиранье масла. Вы знаете, пока вы раздаете, вспомнил. Я ведь сюда вшел для того, чтобы заработать денег на интерактивную доску для нашего университета. Потому что у нас раньше была доска, но она стерлась. Вот. А мел закончился еще в 95-м. Поэтому мы, знаете, берем просто пальцем пишем на стене. А оно плохо видно. Начали сфлюнявить. Видно, но недолго. Такая интересная. Сокреть! Давайте. О-о-о-о! Видно, Сергей Николаевич раздавали. Ну что? Что тут думать? Я ва-банк. Я ва-банк. Ва-банк. Ну что, профессоришка? И я ва-банк. Блефуешь? Скорее очкую. Какой очкуешь? На кону лимон баксов. У меня это месячный доход, а у тебя сумма неподъемная за всю жизнь, а? Скажу вам больше, это весь бюджет нашего университета за 21-й век. Вскрываемся. Вскрываемся. Четыре, как это вам называется? Э-э-каре. Каре из дам. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Пиковый стрит-флэш. Крестовый роял-флэш. Ха-ха-ха. Ну? Вы знаете, вероятность собрать самую лучшую комбинацию роял-флэш в покере равна 1 к 649 тысяч 720. Вот. А чтобы сразу две за один круг собрать, это, наверное, никогда. Не понял. У тебя что, тоже флэш-рояль? Да какой? У нее там пара двоек, я же раздавал. А, ну да. Ну да. У меня пара двоек, которые вы мне раздали. А-а-а-а! Лошара! А-а-а! Я такую школу жизни прошел. Тебе и не снилось, профессор. Ну, вы знаете, перед тем, как сесть за стол, я заключил с владельцем этого казино несколько пари. Первый пари, что я со 100 долларов дойду до розыгрыша миллиона. Это пари на 10 тысяч долларов. Ха-ха! На 10 тысяч долларов! Ты только что лям проиграл, профессор! Какие 10 тысяч? А второй пари был на 100 тысяч долларов, что я проиграю миллион с комбинацией пара двоек. Не понял. Так. Как он это просчитал? Это было несложно. Но было еще и третье пари, что на столе одновременно будет комбинация Ройл Флэш и Каре из Дам. Математически это невозможно, и только с помощью махинации карт возможно это сделать, потому что Дам всего 4. Так что получается, что моя комбинация посильнее ваша. Я же тебе три раздавал. Жадность прай разгубила. Четвертая была в рукаве. Вы знаете, свои деньги я получу по-любому, а вот вас теперь не пустят ни в одно казино. Ни в легальное, ни в подпольное. И мне кажется, для вас это будет самое худшее наказание. Валим отсюда к чертям собачьим. Да я его сейчас урагу. Да я ему пашку проломлю. А было еще четвертая пари, что вы захотите начистить мне хлебало на 12 миллионов долларов. А еще одно пари, что вы сразу испугаетесь и свалите на 15 миллионов долларов. А потом, что вы вернетесь на 25 миллионов долларов. Да ну ерунда, вы дебилы!